всем привет это ммбц у нас здесь поединок дэвис на фигуре до против роба фонта те готовые ставки у нас телеграм-канале чтобы туда попасть нужно написать в личное сообщение у нас также полный разбор на юси есть уже где бойцовском клубе диванных аналитиков ну и когда-нибудь но вообще к боям там можно готовиться потому что там большая видеотека и можно заходить подписываться и наблюдать за боями меня зовут арсений рома привет да друзья я рад всех приветствовать этот бой мы разбираем исключительно потому что он выиграл голосование да всегда это упоминаю друзья каждую неделю я запускаю голосование на обычно воскресенье но иногда забываю поэтому запускаю в понедельник но голосование с каждой неделе вы выбираете какой бой вы хотите чтобы мы разобрали и в на этой неделе выиграл вот этот поединок спасибо всем кто голосует спасибо всем тупишь комментарии поддерживает продолжайте это очень важно ну и поскольку вы выбрали этот бой мы про него сейчас и поговорим ну да поедине такое на самом деле не прям интересный но если углубляться туда то есть действительно привлекающее внимание потому что робфонд это такой вечный проспект пришел когда он в юси все говорили это новое поколение бойцов это будущий чемпион посмотреть как он вырубил джорджа рупа потом он вырубил этот его свели с линекером и все как бы да но сказали ничего молодой потом опять обосрался снова и снова и снова и снова и снова да вот когда он подрался с анхагеном когда в очередной раз я побил рекорд по продолжительности сна на стриме когда мы и поняли что робфонд как бы ну это да это это вечный как сказал классик аутсайдер вечный проспект да по сути которой ну все таки наху находится уже на своем уровне и из раздела вечного проспекта мы понимаем что он уже превратился вечного просто гейткипера бойца которого либо нужно пойти молодому человеку либо закрыть какое-то старое поражение и совсем молодому да вот каким является дэвисом фигуре да предстоит разобраться робу фонту вот совсем скоро да по сути потому что дэвисом фигуре на самом деле очень противоречивый боец потому что с одной стороны он действительно обладает невероятными скиллами у него классная то есть у него достаточно ограниченный арсенал действия но тем не менее он им так интересно и прикладным образом пользуется что он может выигрывать бои которые статистически для него очень плохие он может выигрывать по-разному он может сабмитить может вырубать может как-то давать до решения то есть по сути по большому счету если посчитать бои например с морена там большинство говорит что там бэндон морена там выигрывать эту схватку по большому счету если открыть глаза да то у них счет 22 не было там ничьей в первом бою да там принципе бой был конечно близковатый но мы понимаем сюда ну и принципе последний бою там была плохая весогонка травма глаза ставку там то ли пальцем то ли главами не столкнулись уже не суть так или иначе брэндон морена который ужасным него является статистическим таким представителем тем не менее он смог нему подобрать ключи и своего арсенала и успешно с ним работать побеждать в раундах убеждать боях вот то есть в чем интересно интерес в том что приходилось очень много гонять веса оставалось на это очень мало сил при этом его сила все равно сохранялась но продолжительность этой силы она была достаточно ограничена то есть да он там мог зарядиться выстрелить но потом нужно было перезаряжаться долго до восстанавливать силы здесь же интересно как он будет гонять вес как он будет выглядеть поэтому он нам обязательно надо смотреть на вешалку смотри как он сделал вес как он выглядит какой у него настройка мотивация да потому что как работает робфонд мы прекрасно знаем это бокс да это дальняя средняя дистанция это двойка это легкие волкики и в целом хорошее передвижение на ногах вот дэвисон фигура это способен его пробить способен его переднюю ногу выключить не жесточайшие волкики то есть по идее чисто технически робфонд достаточно сильно похож на морена он тоже опирается в своем стиле в основном на джеб и тоже для этого нужно врубать ему переднюю ногу то есть принцип придумывать ничего особо не надо он тоже темповик он тоже выносливый боец и тоже может упасть нокдаун точно морена все-таки более крепкий да то есть он действительно непровиваемый по сути да то есть лучший подачи дэвис на фигуре до отправляли его во флэш и легкий нокдаун зачастую когда такие подачи вырубают пацанов наглухо до плюс не стоит забывать что робфонд в своей карьере попадался на гильотины ну и у дэвис на фигуре до как вы вы думали коронный прием гильотина да то есть есть по по сути у как минимум два способа победы на этим парнем да но я принципе болею за за дэвис на фигуре до надеюсь что у него в новом весе откроются новые двери новые возможности но и способа для роба фонда конечно тоже имеет потому что он ты побег он очень много выбрасывать ударов да то есть дэвис на фигуре до скорее всего если в долгую растягивать поединок то скорее всего за ним не угнаться но если он будет точно работать например как асунсао сокращая время поединка тем что он просто там допустим ходит убегает ну там какое-то время растягивать поединок а потом взрывается например по ноге пропана по голове фон там ускользает и как бы время поединка сжимается то есть плотность поединка сокращается и боец который является менее выносливым может нанести разрушительный урон более коротком промежутке то есть ну вот такие как я вижу способ роман очка ты видишь поединок во первых да что хотел сказать здесь здесь у нас трехраундовый до поединок и возможно у фигуре да будет хорошая кардио и я так предполагаю потому что все таки у него была очень тяжелая сгонка всегда прям очень тяжелая да это это первый момент да что что я ожидаю да еще как какой момент интересный вот я уже много раз говорил опять же кто у нас бойцовском клубе до присутствует слушает пока что они они знают я же очень давно говорю что вот зал fight ready до есть в америка это очень крутой зал очень хороший они там отличные геймпланы пишут в целом к прекрасная подготовка и фигуре да вернулся в этот зал да то есть прошлом бою он готовился у себя там у него в бразилии я напомню есть там свой какой-то зал непонятный где они производят суши очевидно вот но да но фигуре да вернулся в fight ready меня это радует меня это вдохновляет потому что я думаю что сейчас все таки уровень подготовки будет принципиально у него другой и я говорю не только о физической подготовке а именно к сопернику до подготовки вот это это как раз то что в fight ready делают это то что важно сделать с робом фонтом вот а так конечно у нас есть открытые вопросы и мы узнаем только в бою да понятно дело по габаритам очень сильно фигуре да уступает да мягко говоря мы видим и в росте и в размахе рук прям очень прилично но зато знаешь вот ты задаешь вопрос да к кому относится фигуре да да ну я я тебе отвечу к молодым проспектам он на полгода моложе фонда здесь как здесь молодой проспект против вот опытного ветерана у нас сейчас в бою мы посмотрим потянет ли молодой проспект этого ветерана ну вообще еще что хочу сказать если вот мы еще говорим о каких-то уровне да потому что есть известная фраза да вы в этой игре есть уровне если мы говорим об уровне то в моем понимании фигуре да это топовый уровень ну только не из этого веса да понятно дело фонд это топовый уровень ну типа фигуре да вот вот прям выше некуда все вот чемпионский уровень он чемпионом был фонд я считаю что не на этом уровне это если в целом в общих чертах вот а так конечно посмотрим как это скажется в бою я ожидаю что фигуре да будет быстрее я ожидаю что фигуре да будет работать по передней ножке я не удивлюсь если у фигуре да пойдет борьба я вообще не удивлюсь черт возьми 20 минут контроля от кори санхагена 20 минут контроля подумай об этом сенатор человек из-под него не встал ни разу 7 из 7 из 7 блять ну точнее не встал ни разу а не защитился ни разу ни разу не защитился 7 из 7 санхаген санхаген 7 из 7 20 минут блять это сумасшествие конечно 20 минут кайфа 20 минут кайфа потому что вот до боя с санхагеном если бы ну я сам себе да задавал вопрос типа а вот фигуре да переведет я бы сказал ну может переведет но там трудно будет за контролей знаешь типа удержать но после этого боя я уже думаю да может быть и за контроль это хрен его знает ну типа настолько беспомощно фон и я понимаю что там на коротком уведомлении был все такое да ну те тем не менее тем не менее вот ну и собственно посмотрим как все все это сложится естественно хочется мне тут тоже поболеть за бывшего чемпиона но у нас есть коэффициенты фонд идет за 1 из 76 сейчас да в пинокли за 2 15 идет фигуре да мои любимые коэффициенты я хочу повторюсь да притопить за за дэвисона ожидаю что он будет быстрее ожидаю что он будет эпизодически выглядеть лучше жестче попадать и возможно очень много двигаться на нож когда и возможно применять борьбу и лежать 15 минут возможно и такое так что я за дэвисона здесь на обязательно пишите мнение в комментариях и смотрите наши еще два ролика которые выйдут уже сегодня могут уже вышли надо обязательно смотреть всем пока